Поехали! Здравствуйте! Сегодня мы с Дарьей будем спрашивать Даниила о его музыкальном образовании, а также о его навык песен. Скажите, пожалуйста, на каких инструментах вы играете? Основной инструмент – скрипка, дополнительный по образованию портопиано, ну и для себя саксофон и гитара. Портопиано. То есть вы больше по классике, нежели по синтезаторам и подобным? Дома у меня нет классического портопиано, я играю в синтезаторе. Какая модель у вас синтезатор? Yamaha, если интересует. Yamaha, что вы думаете о поливоксе? По своему примеру, давайте перейдем на «ты». Что ты думаешь о поливоксе? Нет, сейчас по следующему, все-таки мы чуть-чуть лучшее возможно на «ты». Мы не столь большой разницы в возрасте, можно я буду обращаться к вам на «ты»? Без проблем. Значит, вы больше любите… Дарья по профилу скажет, что ты решила на «ты»? Ты же Дарья решила на «ты». Вы, Данил. А ты решила на «ты». Ты решила на «ты». Значит, вы правы, Дарья. Ты… Вы правы, Дарья. Значит, ты больше предпочитаешь японские инструменты, чем какие-то классические советские или классику. У меня было фортепиано, но много места занимало, так стоит продать. Все. Сенсатор удобный. Можно поставить за себя. Значит… Даша, вы решили эти свои треки или что? На «ты», на «ты», Дарья. Скажи, Дарья. Данил. У тебя права вот память. Ты уже на «ты» перешел, да? Нет, прости. Петяновку иронии, да? Давай, Дарья. Скажи, Данил, ты уже на «ты» перешел, забыл? Угу. Идет парный конферанс между ведущими, да? Раз так тихонько ушел. Так. Сейчас я сформулирую еще раз свой вопрос. Я сейчас сформулирую свой вопрос. Все внимания. Да. Какой именно культуре ты придерживаешься? Русской или японской? Я патриот от своей страны, поэтому… Вы примитивный патриот? Ты примитивный патриот? Чем ты гордишься за свою страну? Много чем. Истории, битвы. А что именно? События точные. То есть… Как-то ты резко перешел с темой музыки? Да, что-то как-то. Вернемся обратно. Давай вернемся про патриотизм, но музыкальный. У меня вопрос, я перебью. Вернемся к теме музыки. Не перебью, а про продолжу. Я продолжу тему музыки. Ты со скольки лет увлекаешься музыкой? Нет, Дарья, ты плохо подвела своего ведущего. Был интересный вопрос про патриотизм. Например, спроси про музыкальный патриотизм. Что бы это ни значило. Тему-то оставь, только вернись к музыке. Хорошо. Какие русские… Скажи, я по-другому спрошу про патриотизм. Давай. По-другому спрошу про патриотизм. Какие русские композиторы ваши… Пти в твоей? У меня нет ни любимых композиторов, ни любимых музыкальных произведений. Я слушаю абсолютно все и зарубежу. Вот в этом у меня ряд патриотизм. Какой музыкальный патриотизм. В чем же он заключается тогда, патриотизм? В чем же он заключается, например? Ну, если уж не в музыке, то просто… Ты как музыкант, настоящий в России. Да. В связи с этим музыкой. Давай. Может, в том, что ты как музыкант остаешься в России и не замечаешь? Почему? Были выезды, ездили в Фрагу. Там выступали. В Сан-Сан-Сан-Сан-Сан-Сан. Если уже ездить, то буду ездить. А это пока здесь. Это не получилось. Как связать патриотизм и мужу? Я бы хотел понять, как он выражается. Патриотизм в музыке у музыкантов. Или это вообще тема не связанная? Давай спросим. Как выражается патриотизм в музыке у музыкантов? Или какая-то тавтология получилась? Почему тавтология? Скажи. Потому что мы знаем, что много российских фиктов, независимых. И в опере работают, по всему миру ездят. Альтонин? Что теперь такое? Я отродил эту тему патриотизма и вернулся к теме музыки. Я бы тоже хотела. Да. Но мы ее подняли, она так не раскрыла. В итоге получилось тупик. Нужно было поднимать совсем. Нужно знать, куда ты ее видишь. И к теме музыки. Не секрет для всех, что у многих музыкантов проблема с точными науками. Есть ли у вас такая проблема? У тебя. У тебя. С чем еще? Есть проблемы с линией, а не с точными науками. Есть ли у тебя? Нет проблем с математикой, с геометрией, с алгегрой? С геометрией нет, с алгегрой есть. Конечно. Нам это неинтересно. Зачем нам это? Давай спроси там. Какой вот это мой код? Я не знаю. Каким лаком покрыто у меня скрип? Нет, это самое главное. Дарья, давай. Вернемся к тому факту, что у него много инструментов. Вопрос, который я хотела задать. С какого возраста вы начали играть? Ты. Ты начал играть на скрипке, раз это твой первый инструмент. И почему именно скрипка? Ведь обычно начинают спорти пьяно. Ну, не все. Вопрос слишком скучный. От какого возраста? Ну, вообще традиционно. Давай что-нибудь покруче. То же самое, но по-другому. Вот пример. Скажи, какой возраста ты понял вдруг, что когда что-то исполняешь, это трогает сердца твоих слушателей, они начинают плакать. И еще что-нибудь. Ну, что-нибудь поярче нужно, да? То же самое получается, когда он почувствовал себя музыкантом, который, знаешь, Толстой их слушал, когда плакал, значит, когда ему исполняли. Понимаешь, там что-то про то. Троль наши сердца чем называется? Зал. Сойдем, может быть, что-нибудь очень нравится. Скажи, у нас есть вопросы с зала. Диана? Диана, подойди ближе, мы тебя не видим просто. Какими еще обучениями ты занимаешься, кроме музыки? В общем, пока мы не можем уловить его, насколько его музыкантская деятельность трогает сердца людей, пока вопрос этот у нас ушел. Ладно, давай. Отвечать на вопрос? Да. Тебя спросили, да? Не вижу его не отвечать. Да, много чем. И рисовать пытался, и в компьютерный день идти, и писать книги. Ну, как-то не пошло. Даниил, верни тебе и скажи. Мы сейчас знаем про тебя, что ты играешь у всех инструментов, и получается теперь это самое главное в твоей жизни. То есть вы играете на... Ты играешь на нескольких инструментах, и это является в твоем главном хобби. Правда ли это? Кто же не очень спросил? Выведи это как-то на его миссию, на все его жизни. Очень пропорционно. Скажи, станет ли это миссией всей твоей жизни? И для чего вообще нам четыре инструмента? У нас есть прекрасные записи, их слишком много. Зачем нам еще две? Сделай более резким. Скорее не понимаю, зачем столько музыкантов, если есть записи гения? Я бы хотел спросить. У нас в мире очень много музыкантов. Этому посвящена многая деятельность многих людей. Этому посвящали жизни. Почему, имея четыре инструмента, ты занимаешься этим на протяжении многого времени? Батологическая связь мне очень понятна. Скажи, надеюсь, что четыре инструмента тебе помогут, иметь больше шансов выделиться среди этого моря, найти себя? То есть, имея четыре инструмента, ты выделяешься среди и надеешься выделиться. И найти свой уникальный голос в этом море других мыслей. Слишком много воды. Почему воды нет? Мы хотим сформулировать его миссию. Твой вопрос задавайте. И получается, что... Вопрос может быть длинным, главное, чтобы он был содержательным. Вы пытаетесь... Ты пытаешься выделиться среди этого моря. Как капля. Найти свой... Найти свой голос. А ты вообще поешь или только инструмент? Пою просто гитару и только один. Вот, Дарья, зачем ты глубокий вопрос своего ведущего погасила? Подождала бы чуть-чуть? Давай. Отвечай пока на его вопрос. Нет, никого затменить или выделиться я не пытаюсь. Это чисто для себя. Может быть, что будет. При случае, кому рассказайте, играли на четырех инструментах. И такие, вау, вот это да. Я такой, да. А он опять не ответил про свою миссию в жизни. Чего он хочет достигать? Это какие-то вопросы забыли. Про миссию в жизни. И я считаю, что... Такое растутчатое понятие. Для каждого это свое. И я пока не нашел... Ребята, очень важно, смотрите. Рядовые факты, не отменяя того, например, вопроса информации, от того, что мы должны что-то самое важное на данный момент в его личности уловить. И чтобы он это сказал словами сам. Мы должны это вывести его. Это все минуты портрет, в котором есть и конкретные черты какие-то, но есть и какие-то будущие наметки. Мы должны показать его в развитии, в будущем. Куда он придет. То есть увидеть будущую его сущность, так сказать. Это тоже задача интерьера. Пока Дарья погасила, возвращалась к этому. Он сказал это... Я уже нового ответил. Нет, он сказал, что хочет это... Взгляд юрист, скажи, а девочек ты тоже этим удивляешь или другим? Или иди на женский паук. Только их. А женский паук тоже этим поражаешь? Фактом или только? Или чем-то другим. Или чем-то другим. Чем-то другим чаще, чем по четыременским паукам. Вот дальше подхват и подачу. А что это такое другое? А что же это? Чувство юмора. Скажи, обожаю. Обожаю. С чувством юмора. Я уже как-то... Скажи, для меня мужчины без чувства юмора дай ему комплимент. На самом деле это правда. Ну, я считаю, что люди без чувства юмора это уже... Людям с чувством юмора приятнее и легче общаться. Так. Даниил, снова верни разговором что-нибудь серьезно. И мы закончим интервью. Есть какой-нибудь вопрос шикарный? Время заканчивается? Вопрос... Нет, нет. Нет, нет. У нас есть свой график, мы знаем, что мы уже не успеваем. Поэтому мы должны закончить свое сначала. Давай. То есть, ваша цель в жизни... Твоя цель в жизни это не инструменты. То есть, твоя... Какое твое понятие о цели? Нет. Перефразивай ответ предыдущей. Скажи, самое главное удивить друзей и девочек? Самое главное удивить друзей и девочек, получить комплименты, завести отношения? Или же все же это что-то иное? Музыка-то причем? Нет. Если только это, я бы туда вообще не играл. Просто бы держался. Что-то такое лежащее и говорил бы то, что есть. А он бы даже вообще не держал, просто говорил, что есть. Поэтому, думаю, что... 13 лет на музыку класть... Скажи, так вот, ради чего? Ради того, чтобы просто впечатлить бумагу, это не очень. Ну, просто ради себя. Появиться немного так сыграть. Мы ждем какого-то яркого ответа, чтобы завершить интервью на высокой точке. Ради себя это не высокая точка. Так что, получается, только ради себя... Ради себя, не для публики. То есть, чисто ради себя... Скажи, а ты других людей не хочешь менять благодаря своей музыке? Вот. Ты не хочешь ли менять мировоззрение других людей, их вкусы с помощью своей музыки? Использовать это на благо общества, например? Мне нет людей тяжело, тем более музыкой. Думаю, не хочу этим заниматься, это слишком сложно. Но, вообще, главная цель именно на конкретности брать одиннадцатую гитару. Это вот для себя, ради этого туалета. Это, например, в парке играть, например. Привлекать внимание. То есть, на самом деле, ради внимания, например. Все, у нас время закончилось. Подводим. Значит, у нас сегодня был в гостях. Даля, начинаешь ты продовольствовать? У нас сегодня был в гостях музыкант Дениил Соколов. Который лично меня... Который лично меня удивил тем, что можно... Который лично меня удивил тем, что можно играть на четырех инструментах. Узовывать сердца девочек только через юмор. Женщики сердца только через юмор. Даниила тебя имеет слепой примитивный патриотизм. И является музыкантом-эгоистом, пишущим только для себя. Да, можно заострить. Скажи, все, я все сказал. Субтитры создавал DimaTorzok